Здравствуйте, дорогие мои друзья! И сегодня мне очень хочется записать очередную болталку на тему маний. Помните, мы с вами говорили о цветоманах, о цветоводах? И вы знаете, на днях я прям была потрясена и хочу с вами поделиться своими какими-то новыми открытиями. И, значит, ко мне на канал зашла совершенно потрясающая... С чего всё началось-то? Ко мне на канал зашла потрясающая женщина Марина Заболоцкая, по-моему, я правильно назвала. Марин, не обижайтесь, если немножечко не так произнесла вашу фамилию. Человек, который вышивает совершенно потрясающие картины. Ну и, как мне показалось, очень тёплый, очень такой, знаете, обаятельный человек. Вот, простая такая женщина, я не знаю, вот я смотрела её видео с таким удовольствием. Ну и, конечно, как сама рукодельница, я с удовольствием посмотрела её работы по вышивке. А вышивает она крестом, вышивает она бисером, и, по-моему, даже гладью где-то, ну, могу путать, может и нет. Ну, то, что крестом и бисером, это точно. И вы знаете, я так заинтересовалась этим, недавно, ну, несколько лет назад я увлекалась вышивкой. И решила, в общем-то, я, глядя на её работы, я решила вышить видео своим, о, видео, господи, простите. Решила вышить для своих детей красивые очень иконы. Уже даже выбрала, какие иконы хочу вышить для них. Знаете, оставить такую память на земле о себе, чтобы, может быть, мои внуки, мои правнуки говорили, что вот эта икона была вышита бабушкой Светой. Ну, вот такие вот у меня мысли были. Так вот, зайдя к ней на канал, я потом по ссылочкам, по ссылочкам, вы же знаете, как на ютюбе, вот ты заходишь, как только ты набираешь какие-то, какое-то видео, то тут же высыпается куча рекомендуемых видео по этой теме. И сначала я зашла к вышивальщицам, и вы знаете, что поняла, что по вышивке тоже есть масса блогов, и там блогеры то же самое, как и мы с вами, они показывают, какие они купили новые вышивки, что они вышивают, что они оформляют, какие вышивки уже оформлены у них, висят. Ну, в общем, тоже те же самые по хвостушке, как и у нас с вами по цветам. Вы знаете, совершенно, конечно, потрясающие работы я увидела. Видео просмотрела и, знаете, какие, даже не блогеров, а просто какие-то телевидения записывали, какие-то передачи о совершенно потрясающих людях, которые делают и вышивки, и, ну, в общем, по рукоделию там, и ковроткачество. И вы знаете, и потом я постепенно вышла на вязальщиков. Даже не могу сказать, что это вязальщицы, потому что, как я, знаете, для меня это было такое большое открытие, что сейчас огромное количество мужчин вяжет, причём, вы знаете, мужчины разного возраста, начиная с совершенных там детей до весьма зрелого такого, если не сказать, преклонного возраста. И очень много вяжет молодых парней. Вы знаете, для меня это было просто открытием, что мальчики, ну, мужчины... Хотя, в общем-то, вы знаете, когда-то я читала, что, в общем-то, вязанием раньше занимались мужчины. И они вязали сети и кольчуги себе. И поэтому это считалось сеть для ловли рыбы. И поэтому это считалось как бы мужским занятием. А потом постепенно это перешло к женщинам. Но я не могу отвечать за эту информацию, как за очень достоверную, но где-то я читала, и меня это ещё удивило. Так вот, есть блоги по вязанию, есть по вышивке. И точно так же, как мы с вами показываем цветочки, точно так же там блогер показывает. Вот, смотрите, какую я замечательную вышивку купила. Посмотрите, какую я купила потрясающую пряжу. И это ничего, что у неё там три коробки с пряжей лежит уже 20 лет. Она купила ещё одну пряжу, понимаете? Ну, что там говорить, у меня у самой пол кладовки забито пряжей. Несколько коробок с пряжей. Но каждый раз хочется что-то новое, что-то интересное. Промышление у нас не стоит на месте. И каждый раз нам преподносят какие-то новые, знаете, необыкновенные нитки, пряжи, спицы, крючки. И мне кажется, этому не будет конца и края. Так что наше с вами вот такое... То есть есть мания вязания, мания вышивания, мания цветоводства. Но, вы знаете, я сейчас вам хочу рассказать об одной мании, которую я для себя вообще на днях открыла и была просто потрясена, что существует такая мания. Так вот, я вам хочу сказать, что я случайно совершенно наткнулась на какой-то канал. Точно так же, как вот в рекомендованных мне выскочило видео. Так вот, этот канал был посвящен разведению змей. То есть там совершенно молоденькая, но, по крайней мере, за кадром голос такой очень молодой девушки. И по рукам видно, что эта девушка молодая. То есть я не видела её внешности. Я не смотрела её видео там, скажем, очень много. Потому что тема эта для меня не очень, скажем так, приятная. Змей я не люблю, я их боюсь. То есть это ужас ужасов моих. И я не могу сказать, что мне приятно рассматривать эти видео. Поэтому я просто, знаете, как случайно открыла такое видео, услышала, что это за кадром говорит такой юный женский голос. И, конечно, я с содроганием смотрела, как она показывала своих змей, как она их брала на руки, как она показывала, как змея, что она как вылупливает или как она яйца, что она делает с яйцами. Ну, в общем, рожает эти яйца. И как она эти яйца собирает. И потом, как из этих яиц выходят маленькие змейки. И, вы знаете, я всегда думала, что у змей выходят такие, вот знаете, яйца. Из них вылупляются прямо маленькие-маленькие змейки, чуть ли не червячки. Я почему-то считала, что это так. Но когда я увидела, каких змей она доставала из этих яиц, то, в общем-то, конечно, меня это удивило. Так что я вам хочу сказать. Это девушка с такой же любовью, как мы, цветоманы, рассказываем вам и делимся. Ой, посмотрите, какой у меня тут цветочек. Ой, посмотрите, какой у меня тут череночек. Посмотрите, какой новый я цветочек купила. Вот она с таким же, понимаете? Она с таким же азартом, с такой же, я не знаю, страстью в голосе рассказывает о яйцах, из которых вылупляются змеи. Об этих змеях, которых она достает, там, знаете, я вот часто вам рассказываю, у меня прямо содрогание вызывает, вот это вот воспоминание, которых она достает. У неё 17 яиц, из 17 яиц вылупилось 17 змей, представляете? И там это целый клубок. То есть вот в самом страшном сне мне, наверное, не может присниться то, как я достаю клубок змей и пытаюсь их распутать. Это, конечно, ужас. И вот она, знаете, с такой любовью, с такой нежностью вот отколопывает это яичко, а из этого яичка появляется мордочка змеи. И она говорит, посмотрите, какой он симпатичный, какая-то лапочка, какой он крошек, представляете? Вот такую манию вот можно иметь. Поэтому я сказала супругу, в общем-то, что он должен радоваться, что я развожу цветы, а не змей. А то вдруг меня переклинит, и я начну разводить змей, пауков, тараканов или каких-нибудь ящериц. Поэтому меня, знаете, меня это настолько потрясло, думаю, боже мой, ну вот люди вот сходятся по-разному. Кто-то на цветочках повёрнут, кто-то на вязании, кто-то на вышивке, а кто-то на коллекционировании пауков, змей и всякой вот такой присмыкающейся жинности. Конечно, мне это совершенно непонятно и странно. Поэтому я хотела с вами поделиться вот такими своими открытиями, как я за эту неделю, просматривая YouTube, вышла на каких интересных маньяков, скажем так. Маньяков вязания, маньяков вышивки и маньяков по змее. А расскажите, может быть, вы знаете, может, вы видели или знаете на YouTube, какие ещё можно посмотреть, кто чем увлекается, вот что-то такое, знаете, нестандартное, интересное. То есть, ну, вышивка, шитьё, рукоделие, ну, любой вид рукоделия, это как бы, ну, это всё нормально, декупажем там занимаются. Я не знаю, что ещё можно приносить, валянием из шерсти, это всё нормально, вязанием игрушек, это как бы, ну, это традиционно. Я сама этим всем, можно сказать, занималась, и для меня это неудивительно. Ну, и то, что у них, да, у них все, знаете, как структура блогов очень даже похожа. Вот как мы с вами покупаем новые цветочки, или там растим из череночка, или там радуемся какому-то цветочку. Вот так же, и они точно так же, у них точно так же ведутся блоги, они показывают огромное количество вышивок, которые они, вернее, наборов для вышивания, которые они купили, и показывают, что они, вот, у них там есть уже 20 наборов, но они ещё купили 5 новых наборов. Непонятно, когда они будут это вышивать, и для чего они это покупают, но тем не менее, вот у них, видимо, такая же, знаете, вот эта мания, которая требует, вот этот хомяк, который требует, чтобы новые покупки были, новые, чтобы удовлетворение какое-то человек получал, какую-то радость получал от приобретения этого. Точно так же и пряжу покупают, вот пряжу вяжут, там ещё что-то. Ну, я говорю, мне это всё понятно, потому что я сама очень люблю рукоделие, занимаюсь этим, вот. Но вот всё, что касается со змеями, конечно, для меня это потрясло, и меня потрясло прежде всего тем, что этим занимается молодая девочка, ну, девушка, девочка для меня, может быть, с высоты своего возраста. И вы знаете, я что хочу сказать, я бы, конечно, не хотела, чтобы моей соседкой оказалась вот такая девочка. И если бы я знала, что за моей, за стеной моей квартиры, в соседней квартире выращивают вот таких змей в таких количествах, я, конечно, была бы очень, знаете, как, я бы очень была недовольна, и, конечно, я бы спала очень плохо, потому что, я же говорю, у меня прям фобия из этих змей, и я этого не понимаю, мне очень трудно понять. Так что наше с вами хобби – это прекрасно, это красиво, как и хобби вышивки и вязания любого рукоделия, это потрясающе. Ну, вот есть и такие экзотические у нас хобби, мании, и поэтому мне бы очень было интересно узнать ещё о каких-нибудь, знаете, таких экстремальных и каких-то необычных, неожиданных, нетрадиционных хобби и маниях. Если кто-то знает, ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне было бы очень интересно посмотреть, узнать что-то новое для себя, расширить свой кругозор, как говорится. Ну, и, в общем-то, всё, о чём я хотела с вами сегодня поговорить. Вот я стою с вами тут, немножечко показываю вам свои цветочки, и, наверное, вы заметили, что я не отвожу камеру от розовой принцессы. Посмотрите, какая она потрясающая. Вы знаете, она у меня стояла, может быть, кто видел мои первые видео, вы никогда не видели, ну, очень редко я показывала вот эту розовую принцессу, она у меня стояла, в общем-то, задвинутая за другими растениями. Я не понимала, в чём в ней фишка, я её давно приобрела, но как-то, знаете, я не видела в ней фишку. Ну, я объясню, почему. Ну, вот смотрите, ну, как этот лист может, ну, вызывать какие-то, прям, чувства, я не знаю. Ну, конечно, когда я вижу вот такие листы, это, конечно, это дорого у вас стоит, тем более, смотрите, какой новый лист идёт у филадендрона. Красавчик, правда? А вот тут вот у меня варегатная монстера, смотрите, какой лист открывает. Красивый. А это, посмотрите, какой наполовину, наполовину белый, наполовину зелёный, красивый. А этот уже весь пёстренький получился. Вот, вот такой, необычный. Конечно, растения очень красивые. И, конечно, кто имеет возможность покупать себе какие-то экзоты, знаете, вот прям дорогие, красивые, ну, я понимаю. Я бы тоже, конечно, с удовольствием составила коллекцию из каких-то вот таких вот красивых, необычных растений. Вот, ещё хочу я вам показать, знаете, что? Помните сингониум, который мы с вами пересаживали вместе? Посмотрите, какой он толстый, жирный и замечательный растёт. Единственное, что меня не очень устраивает, смотрите, какие у него листы, во-первых, огромные, да? Но меня не устраивает его расцветка. Он тоже, что ли, как-то теряет? Вот это сингониум у меня неон. И вообще, я его покупала за то, что у него должны быть вот такие листья. Вот такие. Видите? Вот этот лист, я понимаю, что это сингониум неон. А вот это что такое? Почему они такие? Или у них тоже бывает? Или это у него старые листья? Я что-то ничего не могу понять. Видите? Вот там. Вот там такие листья. И вообще, смотрите, вот мы его порезали тогда. И вот смотрите, он столько даёт новых листьев. Смотрите. Видите? Отовсюду, отовсюду торчат. Вот, смотрите, везде. Вот новый лист. И вот новый лист. И вот новый лист. И вот новый лист. И вон там торчит новый лист. Видите? И вот новый лист. Ну, в общем, он, ну, я не могу сказать, что он меня радует, знаете, вот честно говоря, я не считаю, что это прям шикарное, как какое-то необыкновенно красивое растение. Но, тем не менее, вот он хорошо пошел в рост, видите, как замечательно. Вот, так что спасибо вам большое, благодаря вашим советам. И я расту, как цветовод. Вот. Ну, и, в общем-то, наверное, все, что я хотела сегодня сказать, рассказать, поделиться. Я прям всю неделю вынашивала эту мысль, думаю, надо вам рассказать, что, как интересно, что я интересного нашла в интернете, вот про этих змей, меня прямо это потрясло. И самое главное, с какой любовью она говорила, что, посмотрите, какой он потрясающий, вот этот вот змей, или змейка там выросла, боже мой, что там в нем потрясающего. Только ужас какой-то, такое во сне приснится, и всю ночь спать не будешь. И на этом я заканчиваю, дорогие мои, я прощаюсь с вами. До новых встреч, берегите себя, берегите свое здоровье, занимайтесь профилактикой. Я вот, у меня несколько разных способов профилактики против этого всего, но пока что-то на меня, на мне это все не работает. Не могу никак восстановить голос после последней перенесенной болезни. Все, пока-пока вам, хорошего вечера, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять, впереди у нас много интересного. У нас, кстати, кто на моем канале в первый раз, у меня, кроме цветоводства, еще всякие разные интересные болталки. Мы будем с вами говорить вам об эзотерике, о здоровом образе жизни, о профилактике, об уходе за собой. Поэтому подписывайтесь, чтобы меня не потерять. Ставьте лайки или ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Я вам всем рада и признательна за выражение вашего мнения. Конечно, хотелось бы, чтобы это было искренне. Пока-пока!